привет дорогие друзья я немного задержалась совсем слегка опоздала на прямой эфир но я думаю вы на меня не в обиде сегодня мы обсуждаем с вами мой топ продуктов вот открываю мой топ продуктов на сушке сушка все знаки думаю собственно кому интересна эта тема те в курсе что это такое что такое сушка для чего она нужна собственно сушка сейчас используется очень многими что типа это модный способ похудения на самом деле сушка это подготовка спортсменов к соревнованиям это тот период когда вы максимально как подстраивать свой рацион и тренировки таким образом чтобы у вас уходил процент жира при этом сохранялась мышечная масса понятно что набирать мышечную массу и убирать жир сушиться одновременно не получится никогда ни у кого это два процесса совершенно противоположны поэтому сейчас мы разговариваем именно о том периоде когда вы начинаете сушиться мой топ продуктов на сушке я здесь конечно написала такой список из 10 пунктов но это тот топ который уже на финальном этапе ну или ближе близок собственно к финальному этапу то есть вы знаете что сушка она разная и постепенно чем когда вы только начинаете у вас еще довольно широкий список продуктов которые вам можно потом постепенно он сужает 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 убирается молочка убираются фрукты кстати у некоторых я знаю спортсменов фрукты сохраняются до самого последнего дня практически или последние недели тоже здесь разные есть мнения нет такого что вот я сказала что надо есть вот эти 10 продуктов и все и только эти 10 продуктов и нужно кушать нет у всех спортсменов свои есть методики теории каждый по-своему готовится теория здесь не работает то есть каждый спортсмен знает как реагирует его конкретный организм то есть если для меня нормально кушать всю подготовку говядину если для меня нормально кушать всю подготовку овсянку то кого-то допустим с овсянки наоборот разносит кто-то не может говядину кому-то тяжело кто-то готовится на рыбе я не могу на рыбе для меня рыба не еда то есть я рыбы элементарно не наедаюсь поэтому я сейчас рассказываю про свой топ который уже вступает когда идет финальная часть подготовки и собственно ну да да весь этот топ до последнего дня до соревнований у меня остается и я так кушала все свои три подготовки из белка я кушаю грудка либо куриная либо индейки и ту и другую я кушаю говядина треска яйца в основном белки но опять же до последнего я сохраняю где-то до двух желтков свинина для меня естественно нет красная рыба кто-то знаю готовится на красной рыбе но я не пробовала у меня нет треска или какая-то еще белая рыба я ее конечно ем когда уже совсем говядина или грудка надоело но я мясоед скорее чем такой человек который любил рыбу как рыбоед поэтому для меня рыба не еда как я уже сказала могу ее вечером поесть просто потому что надо но в целом я кушаю грудку и говядину говядину я либо варю либо готовлю в мультиварке грудку я опять же либо варю либо жарю стеками без масла естественно то есть все что я рассказываю со словом жарю я подразумеваю что я это жарю без масла всегда на сухой чистой сковородке хорошей сковородкой с хорошим покрытием и никаких проблем что дальше яйца очень важный момент во первых это удобно вот вопрос от одной из девочек говорят курица тяжелое мясо если много есть это так я не понимаю что значит курица тяжелое мясо мясо то есть 100 грамм курицы равно 100 грамм говядины равно 100 грамм яичного белка то есть это ну курица тяжелое мясо в плане пищеварения переваривания не знаю у меня совершенно нормально и комфортно чтобы что значит курица тяжелое мясо и что значит говорят в чем проблема естественно рыба лучше переваривается яичные белки лучше перевариваются курица переварится медленнее говядина еще медленнее еще сложнее но я не вижу связи с чем-то как это проблема или не проблема. В чём? В чём вопрос? Яйца. Как я уже сказала, во-первых, это удобно. Их всегда можно там из-собой взять, наварить заранее. Здравствуйте, здравствуйте. Во-вторых, из яиц можно делать много вкусностей. Во-первых, из яиц я делала ПП безе. Практически там я прекратила их есть только за три недели до соревнований. Белки с фит-парадом взбивала в духовку на 150 градусов, по-моему, минуту. Там, что, 10-15? Не, не помню. И, в общем, получались такие не безешки, а как больше даже похожие на маленькие бисквитики сладенькие. Это в качестве десерта яйца. Яйца в качестве бутербродов с гречневыми хлебцами. Очень вкусно получается яйца. Ну и как отдельное блюдо. Помимо этого, когда уже говядина, индейка и треска сидит здесь, если смешать белок яичный, ну, естественно, варёный и резанный с кусочками трески и салатом, к примеру, айсберг, получится новое блюдо. Тоже вкусно. Не поняла вопрос про перестало есть, то почему? Что в них такого? Что перестало есть? Кто перестал есть? Ещё разочек вопрос, пожалуйста, про перестало есть. Я не совсем поняла, что перестало есть. И, ну, собственно, сам вопрос полностью сформулируйте, пожалуйста. А то я не могу, не понимаю. Это я рассказала. Огурцы. А, почему я перестала есть безе за три недели до соревнований? Ну, потому что, потому что мне так спокойнее, скажем так. Каждый продукт, понимаете, он хорош, максимальная его польза, максимальная полезность продукта, она вот в его первоначальном виде. О чём речь? Если, допустим, вы берёте овсянку, самая полезная и самая хорошая, правильная овсянка, это вот тот самый овёс, необработанный, крупный, настоящий. Потом уже обработанные овсяные хлопья или, как это, смолотые овсяные хлопья, как они называются, овсяные отруби, это уже менее полезный, менее качественный, можно так сказать, продукт. Из овсянки и овсяноблин он ещё и термическую обработку проходит, там ещё меньше пользы. И вот на финале я всегда питаюсь максимально чисто, я всегда питаюсь максимально, как сказать, натурально. То есть, если белки, то просто белки. Во-первых, фит-парад в минимум всё равно я свожу, и белки ем вот в натуральном, в варёном виде, либо там обжаренные, опять же, без масла. Я не знаю, насколько это влияет на качество тела, честно скажу, не знаю. Эфир, да, обязательно сохраню, но, вот, знаете, я не готова рисковать. То есть, можно, конечно, поэкспериментировать и посмотреть, как среагирует организм, если оставить до последнего вот эти вот безэшки, пп, либо овсяноблины. А рисковать я бы не стала. Как влияет фит-парад? Влияет на что? На форму? Я не знаю, как он влияет. Я фит-парад оставляю до самого последнего, всё равно он есть. Кофе я пью с заменителем сахара, с фит-парадом, но, тем не менее, стараюсь не перебарщивать. Огурцы, салат. Понятно, что уже на сушке в последнем, в финале, да, в финальном этапе сушки уже нет ни цветных овощей, нет ни перца, ни помидор, ничего, ничего. Огурцы, салат оставляю. Был вопрос по поводу стручковой фасоли. Был, не поняла вопрос, делаешь фарму? В смысле, использую ли я какую-то фармподдержку? Нет, не использую. Либо это отпечатка и вопрос, делаешь форму? Форму делаю, фарму не делаю. Простой я. А, цветные овощи. Ничего такого. Последнее время я перестала использовать и цветную капусту, и фасоль, потому что всё-таки жира я с неё не набираю, но с неё может у меня, по крайней мере, раздуть живот, задержаться вода. Опять же, на последние недели это вообще ни к чему. А так как у меня, когда начинается соревновательный сезон уже, то есть не сама подготовка, сушка, а именно соревнования, то там перерыв между соревнованиями от недели до трёх. Если у меня неделя, то я даже не пытаюсь туда включать что-то. Я просто вот жую белки, треску, что ещё, салат, нести салата, огурцы. То есть вот так максимально просто, максимально чисто. Хлебцы гречневые и овсянка. Я не люблю гречу. Кто-то любит гречу. Греча – прекрасный продукт. Для сушки это, наверное, идеальный продукт. Но я просто вот не люблю её. Поэтому я в основном кушаю овсянку и гречневые хлебцы. Хотя вполне возможно, что на следующей подготовке на следующей подготовке буду её... Странный вопрос. Я аж даже немножко не поняла. Каким видом спорта я занимаюсь? Я занимаюсь бодибилдингом. Я выступаю в категории фитнес-бикини. Чемпионка трёхкратная северо-запада. Вице-чемпионка России и международных соревнований, как Даймонд Кап на Мальте. Да, гречневые хлебцы до конца кушаю. С них ничего страшного у меня не происходит. Хотя кто-то их не ест, кого-то раздувает живот. Важный момент, что в день соревнований я гречневые хлебцы не кушаю. По-разному бывает в зависимости от формы. В день соревнований утром это может быть белок, белок яйца. С другой стороны, это может быть немного овсяной кашки или что-то такое углеводное. Но немного. и давайте я вас заблокирую, потому что вопросы странные у вас. Вот так. Орехи я не но в основном все равно за завтраком я съедаю гречневые хлебцы. Обычно они с авокадо, как у меня. Вообще список моих продуктов гречневые хлебцы. кофе. Второй завтрак это может быть яичные белки, омлетик или что-то такое. И опять же хлеб. риска либо грудка. Вот такой у меня рацион. Хороший вопрос о том, как вы вы ее если пожарите, берете кусок грудки 100 грамм. Если вы ее пожарите, она будет, наверное, чуть меньше 100 грамм. И вы все продукты, которые вы считаете, будь это углеводы, белки или жиры, вы считаете в сухом или в сыром виде. То есть гречу, ту гречу, которую из такого результата без всяких инъекций. Объясню почему. Потому что у меня строгий тренировочный режим и строгое питание. Например, я начинаю готовиться к осени. Кстати, новость. полгода. Полгода я буду готовиться. У меня уже началась собственно подготовка, сушка и такие ограничения по питанию. Поэтому да, такая форма без фармы. рада, что вы не женаты. Что я спортпита принимаю? Я BCA, амина, протеин раньше не принимала, сейчас буду протеин. Что еще? Был у меня глютамин, что-то еще. Ну, витамины, естественно, поливитамины и обязательно и омега. это всегда подготовка, не подготовка, не важно. Поливитамины и омега есть у меня всегда. Ну, спортпит на самом деле это отдельная тема. Если вам будет интересно, вы мне пишите об этом, пожалуйста, в комментариях, к постам, и я тогда уже прямой эфир именно по поводу спортивного питания сделаю отдельный. Это первое. Второе. Я могу сделать еще отдельный эфир на тему как считать. То есть, у меня очень много вопросов от вас, почему я там в некоторых своих рецептах белки считаю, а жиры, к примеру, не считаю. Вот. Это второй вопрос. Что еще? Еще будут у вас вопросы, еще будут у вас какие-то идеи, то обязательно, обязательно пишите мне. я общительная, я люблю общаться, я люблю, мне важно ваше мнение понимать, слышать. Поэтому я буду благодарна за каждый комментарий, за ваше общение в комментариях, за, собственно, ну, еще ваши лайки, ну, конечно, ну, как я могу быть неблагодарна за ваши сердечки. Поэтому, поэтому вот так совсем скоро у меня, да, у меня совсем небольшой список продуктов, он небольшой, это не значит, что на сушке вы должны придерживаться именно моего списка, да, нужно понимать, потому что у каждого организм работает по-своему. То есть, как я уже сказала, что некоторые готовятся на красной рыбе до последнего, другие не едят говядину, я всю подготовку совершенно ела, спокойно ела говядину. Кто-то ест яблоки до последнего, я яблоки не ела. То есть, мне было комфортно вот на этом списке продуктов, но это не значит, то, что нужно кушать именно его. Вы разрабатываете свой рацион, вы кушаете свой рацион. Поэтому, поэтому вот так. Сейчас мы разыграем, мы разыграем место в курсе про сушка. Так, какой бы мне вопрос задать? Совсем скоро, 9 апреля, у меня сейчас группа работает, и 9 апреля стартует следующая группа. «На сушке можно кушать треску». Это вопрос. Если вопрос, то да, на сушке можно кушать треску. По поводу молочки, молочку я убираю на сушке за месяц, до соревнований, за месяц, за полтора я убираю полностью молочку. Итак, друзья, 9 апреля начнется очередной курс про сушка. Сейчас про сушку у меня работает уже в трех вариантах. Первый вариант это групповой. Группа как раз таки начнет работать следующая, 9 апреля. Отзывы можно посмотреть, кого интересуют отзывы, напишите мне в директ, я дам ссылочку на отзывы. Группа про сушка это курс из шести недель, где вы полностью учитесь алгоритму сушки тела. Она стартует 9 апреля. Сейчас я разыграю первое место, кто попадет. Я еще не объявляла о наборе. И еще два варианта есть сушки. Это индивидуально, где я просто даю алгоритм, вы самостоятельно работаете. И есть еще вариант сушки индивидуальной со мной. Сушка индивидуальной со мной происходит под моим контролем, под моим руководством. 5000 рублей такой курс стоит. Если интересен курс я сама, где я просто даю все свои материалы, вы самостоятельно сушитесь, это стоит 1500 рублей. Участие в курсе групповом, который стартует 9 апреля, стоит 2500 рублей. Что там будет? Это 6 недель, где я каждый день даю рекомендации, даю нужную информацию и даю четкие рекомендации, четкое задание. На протяжении 6 недель вы выполняете все мои задания, на протяжении 6 недель вы изучаете всю литературу, ну как не литературу, статьи, все, которые я пишу, которые я даю. Вы худеете, худеете именно за счет сокращения процента жира мышцы при этом сохранять. Помимо этого я даю еще тренировки, там и зарядку, и основную тренировку именно на сушку, которая ориентирована, которую можно выполнить и дома, и в зале, и где вам будет только удобно. Это что касаемо курса про сушки. Так вот, первое место на курс получит тот, кто, кто, так, какой бы вопрос задать вам? Давайте так, первое, получит тот, кто напишет под моим последним постом в ленте, какую медаль и на каких соревнованиях я получила первую. Вот так. И этот человек получит место на курс про сушка 9 апреля старт. Все, дорогие друзья, жду вас на курсе. Заходите в директ, пишите, записывайтесь. Запись у меня в директ, либо по моему телефону. Ватсап, пожалуйста, также можете использовать. Если интересуют персональные тренировки, я их провожу в Олимпи-Лотрек, это Санкт-Петербург, улица Тореза, недалеко от станции метро Озерки или Удельная. Вот. Буду рада вас видеть. До скорых встреч. Какие интересные еще темы прямых эфиров, пишите. Буду, собственно, выходить в прямой эфир и все рассказывать. Пока-пока. Санкт-Петербург, пока-пока. Пока-пока.